МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я приветствую это объединение и благодарю президента Путина, что он провел переговоры фактически со всеми. Я в прямом эфире посмотрел эти переговоры и весьма удовлетворен, что очередная встреча с Юдиньпинем, председателем Китайской Народной Республики, дала колоссальный эффект. Уже Патрушев в Пекине ведет переговоры и определяет свою стратегию и тактику на будущее. Это очень важно для всех нас в силу того, что американцы и НАТО развернули полномасштабную войну против нашей державы. Они ее развернули на Украине, используя ее как военную базу и продолжая уничтожать все русское, советское, народное, что мы создавали вместе с украинским народом многие годы. Обратите внимание, что в Германии собрались совсем недавно министры обороны, и они уже определяли, сколько денег будет отправлено, какие пушки, самолеты и танки, какие цели надо взять прежде всего на мушку, что надо сделать для того, чтобы расправиться с теми или иными подразделениями. И в данном случае украинский народ, и все, в том числе и 20 миллионов русских, которые там проживают, используются как пуш-земес. Надо понимать, что мы впервые в своей истории русские встали на защиту русских. 82% жителей Украины считают русский язык своим материнским. Но промытые мозги нацизмом, бандеровщины и фашизмом сбили с толку многих и командиров, и руководителей, и это привело к общенациональной трагедии. Уместно еще раз вам напомнить, что в ходе Крымской операции почти 30 тысяч было войск Украины, и столько же Российской Федерации не выстрелила ни одна пушка, ни один танк, ни один автомат. Это означало, что тогда еще те, кто взял оружие на Украине, понимали, что воевать с своим родным народом за интересы банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка никакого смысла нет. В данном случае мы сознаем, что идет крупновасштабная война. На мой взгляд, партия власти и те, кто определяет текущую стратегию и тактику, до конца это не поняли. Прежде всего, я вижу по атмосфере в той же Государственной Думе и по работе, которую необходимо вести в каждой школе, в УЗе и с общественным мнением. Да, вопрос стратегии и тактики военных действий – это дело Генерального штаба и Верховного главнокомандующего. Они за это отвечают, и они корректируют ситуацию в зависимости от того, как складываются ситуации на поле сражений. Но вопрос формирования общественного мнения, обеспечения материально-техническими средствами, вопрос восстановления порушенного и укрепления наших братских связей – это касается каждого гражданина и каждого человека. Вот внизу сейчас открыли выставку, она называется «За нами победа. Сила в правде». На мой взгляд, самое главное – избавиться от лжи и иллюзий. Если вы честно и верно не оцениваете складывающую обстановку, вас не ждет впереди победа, что бы вы ни делали и что бы ни говорили. Сейчас довольно часто приводят примеры, как складывалась история России последние сто лет. Не устаю повторять, перед 1917 годом мы проиграли подряд три войны. Войну Крымскую с потерей права иметь свой флот в Севастополе. Русско-японскую с потерей пол Сахалина и Курильских островов. И в Первой мировой войне потеряли Российскую империю. Можно было принять меры после двух поражений. Но когда Столыпин в 1906 году внес предложение ввести всеобщее начальное образование Российской империи, царскому двору это не нужно было. Им нужны были грамотные люди. А в японской армии уже были все грамотные, которые тогда одержали победу. А когда в 1916 году предложили внести это решение, то уже продули и Первую мировую. Обращаю особое внимание на то, что те, кто проиграл Первую мировую, им было тогда по 20. В 1941 им было по 40. И они одержали победу над жуткой машиной. Фашистская машина подчинила себе все. Все железо, все порты, все науку, все силы. И дикая жуткая армия бросилась в нашу территорию. И если нас генштаб и верховный командующий не начнут внимательно изучать, в чем истоки нашей той великой победы. Они прежде всего заключались в совершенно иной социально-политической системе. Это уже была война не только моторов, как утверждают. Это была война идеологии, культур, война подходов, война ценностей. И каждый понимал, что он защищает свою советскую родину, свой дом. Тогда все талантливые люди на второй день поднялись и пошли защищать великую родину. Шолохов первый же день отправил Сталину в телеграмму, что он готов одержать и защищать родину. И отправил туда свою сталинскую премию. То же самое сделал Симонов, Михалков, Илья Эренбург и остальные. Они сражались за родину своим пером, талантом, удивительным словом. Это делала каждая школа и каждый вуз. Я еще раз спрашиваю наших министров, почему ни в одной школе не провели нормальный урок мужества, который представил бы, какая картина происходит сегодня на Донбассе и братской Украине. Почему шесть месяцев долгают по Донецку, когда можно было давно принять исчерпывающие решения, три дороги ведут в эту сторону, два моста и два тоннеля. С точки зрения военно-технической абсолютно решаемой задачи, чтобы отрезать от поля боя поставку снарядов, этих американских пушек, ракеты и все остальное. Тогда надо принимать меры, исправлять ситуацию. Мы помогали и будем помогать Донбассу. Там вчера прозвучали голоса о том, что надо признать, немедленно надо признавать, присоединять и защищать. Защищаем русский мир. Самая главная битва идет за русский мир, против нацизма и фашизма. И мы не можем не продолжить победные дела наших отцов, которые в 45-м не добили бандеровщину. А Хрущев потом 60 тысяч выпустил, и все эти сходы злобные, омерзительные, проросли, и сегодня отравляют душу всей планеты, всей Европе. Для того, чтобы убеждать нужный финансово-экономический курс. Когда я сегодня слушаю Солуанова, вчера он вместе с своими подельниками отправлял деньги в американские банки. 300 с лишним миллиардов долларов там упнуло. Умножьте на 60, 18 триллионов рублей. Все бы отремонтировали за эти деньги. От коммуналки до объектов на Донбассе. А теперь он предлагает деньги в другой валюте прятать. И ни одна статья, которая связана с обеспечением, поддержкой, даже армии не реализуется. У нас бедная армия. Армия должна чувствовать свою поддержку и получать все необходимое. Надо сделать все, чтобы поддержать науку и образование. У нас в 45-м было принято решение о создании ракетно-ядерного оружия. Когда Черчилль с Трумэном сказали на Поздамской конференции Сталину, что у них есть атомная бомба. Потом Черчилль писал в своем мемуаре, что мне показалось, Сталин не понял, о чем мы ему сказали. Отныне будет наша атомная дипломатия. Сталин все прекрасно понял. Еще в 43-м году были подписаны соответствующие документы. Но он приехал, позвонил Курчату и спросил, посчитайте мне, сколько это будет стоить. Он сказал, товарищ Сталин, я боюсь вам говорить, но это будет стоить столько, сколько стоила Вторая мировая война. Нас отдавать целые отрасли. Десять атомных городов, один лучше, другого создали. Я был во всех них. А у меня в это время на Орловщине ни одного моста уцелевшего не было, ни одной из подстанций и ни одного предприятия не работало. Вот так страна отреагировала на новые угрозы. Мы обязаны все сделать для того, чтобы одержать победу. Без победы на Донбассе, но нацизмом, фашизмом на Украине мы не сможем двигаться вперед и решать ни одной задачи. Поэтому желаю всем мужества, сплоченности, уверенности в нашей победе.